Комитет ООН по правам человека, который рекомендовал в Казахстане пересмотреть эту природную идею, это подтверждено, было на суде, где так и не была названа сумма ущерба, который нанесен, ущерб уже задним числом после осуждения был озвучен, пока не смогли накрутить. Но еще есть общечеловеческие моменты, которые выставляют меня выйти на этот процесс. Даже если предположить, что в деятельности Жакишева были какие-то нарушения, в нашей системе это вполне допустимо, там им не столько вопросов, сколько нужно, в принципе, делаем, потому что тут трудно осталось находиться. Даже в этом случае, те 10 лет, в которые он сидел, они уже с лихвой окупили эту вину. Человек получил инвалидность. Он сегодня, в принципе, уже рискует остаться и не выйти на свободу. С точки зрения гуманности, я думаю, власти могли бы освободить. И я думаю, гражданское общество это прекрасно понимает, и поэтому общее настроение было, общие надежды были, что власть освободят. Увы. Назарбаев с Такаевым решили продолжать мстить этому человеку за какие-то политические прегрешения, о которых я здесь не буду говорить. Это отдельная большая тема. Я думаю, сегодня мы говорим именно как о человеке, который незаслужен и находится за решетами. Это мое твердое убеждение, и поэтому я здесь. Я думаю, что такого рода протезы будет происходить в 8-м Казахстане. Если мы хотим не быть причастливыми к этому преступлению, а это преступление, убивать человека до решетки, это большое преступление. Это твердое убеждение. Почему не освободилось? Это не пресс-конференция. Я не буду отвечать на вопросы, ребята. Это вопросы тем, кто не освободил. Задавайте властям. Если бы я был властью, я бы, во-первых, не сажал людей, которые подняли атомную промышленность с моей стороны, а наоборот бы ставил им памятники, давал награду. Так что вот этот плакат – это все, что я могу вам больше сказать. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо, кто откинулся. Спасибо. Если вы заметили, я сознательно никого не приглашал, из сторонников Закишева и вообще из людей, которые симпатизируют ему. Это потому, что я не хочу никого подставлять под угрозы, которые, вы знаете, в нас влекут от такого рода акции. Это моя личная, персональная акция. Это мое выражение протеста. Это мое очищение моей совести. Я не хочу быть сопричастным с тем, что сделали власти. Продолжение следует... Я думаю, что такого рода акции должны проходить по всему Казахстану. Если вы видите, никакой угрозы ни национальной безопасности, ни прохожим, ни общественному порядку они не представляют. И так должно быть всегда. В том, что мы протестуем, выражаем срочно, нет ничего страшного. То, чем нас пугают митингами, демонстрациями, пикетами. Вот он пикет, мирный пикет. Что в нем плохого? Что я выразил свою точку зрения. К сожалению, передо мной только журналисты. Здесь нет граждан. Они все забились по углам и сидят сейчас на диванах в ужасе, что человек вышел без разрешения. Какое разрешение? Есть конституция страны, где четко написано наше право на такого рода акции. Есть международные акты, которые подписала наша страна и которые имеют приоритет перед местными законами. Тот закон, которым руководствуют власти, он не имеет никакого значения. Его надо явочным путем давно уже отменить и забыть про него. Но власти цепляются за него, потому что боятся. Не знаю почему они боятся. Вот демонстрирую вам мирный митинг. Что в нем страшного? Объясните мне, почему мы боимся вот таких митингов? Почему они не проходят по всему Казахсталу? Почему мы возмущаемся на кухне? А в лучшем случае в интернете. Нам должно быть стыдно. Власти, ладно. С ними уже все понятно. Им уже не стыдно. За свои действия, за то, что они нас пугают митинги. Но мы-то люди, мы должны понимать, что в этом нет ничего зазорного. Это наше право, и мы должны его оставить. Спасибо всем. Акция закончена.